Спасибо большое, уважаемые коллеги. На самом деле мы только сейчас начали заниматься этим, и видим, что это очень актуальная тема, и этим заниматься нужно. Мы, как национальный центр, проводим аудиты в других учреждениях и посчитали необходимым провести аудит лечения больных гириногенными опухолями. Это первый небольшой срез, общие данные представим. Которые позволяют нам о многом задуматься. Что нам удалось увидеть в статистике? Мы взяли первое, что опухолями яичка болеют очень маленький контингент пациентов. Посмотрите, по Российской Федерации это 1670 пациентов в 2017 году. Но их количество увеличивается. И здесь нет, конечно, вне гонадных опухолей, потому что их очень трудно учитывать. И статистика, я согласна с Александром Константиновичем, здесь могут быть и определенные неточности. Но то, что этих пациентов мало, это ни у кого не возникает сомнения. Это всего 1% в общей структуре заболеваемости. И если посмотреть опухоли яичка, как они по своей заболеваемости по годам распределяются, то на сегодняшний день это чуть больше двух. И причем каждый год идет все-таки темп прироста. И прирост идет, если в общем за 10 лет сказать, что в Российской Федерации идет, на 20%. То есть даже не на большом количестве пациентов, можно сказать, что, конечно, тенденция определенная есть к росту. И, конечно, это молодые люди. Молодые люди в возрасте 20-40 лет, трудоспособные. И самый, конечно, утручающий момент здесь в том, а может быть и позитивный, что это опухоли, которые курабельные, которые можно вылечить, и они должны жить. Должны жить, потому что выживаемость, как вы знаете, 5-10-летняя выживаемость в развитых странах, она приближается почти к сотне. Что мы имеем на сегодняшний день? Вот еще раз по поводу статистики. Вот здесь по регионам разбросано количество пациентов. Посмотрите, по северо-западу их в 2017 году 182. Это вообще единицы, единицы на наши все регионы. И посмотрите, где-то 8-9 пациентов, 11-14. То есть как может быть в регионе большой опыт накоплен, если этих пациентов так мало? И тем более они не все лечатся в специализированных учреждениях. Конечно, это наводит на мысль о том, что эти больные, конечно, где-то должны быть сосредоточены. И мы еще посмотрели вот два региона. Это Республика Крым и Волгоградская область. Удивительно, но в этих регионах пациентов с опухолью яичка больше несколько. Причем следует сказать, что некоторые регионы сразу же говорят, мы не занимаемся этой проблемой, отправляем их в Санкт-Петербург. Так, например, нам ответили в Великом Новгороде, в Вологодской области, в Адыгее. Говорят, что все лечатся у вас, Михаил Юрьевич, в центре Балхина. Ну, может быть, это действительно так. И вот абсолютно, это абсолютное число пациентов с опухолью яичка за последние 10 лет. Ненамного, но тенденция есть, и количество их увеличивается. Количество больных умерших. Если посмотреть, о, извините, пожалуйста, если посмотреть по отношению... Так, что-то я не туда нажала. А можно вернуться туда мне? Не, не, туда дальше. Да, если посмотреть по умершим пациентам, то их, в общем-то, в год тоже выходит не так много. 64 человека. Ну, я не знаю, как посмотреть, много это или мало. Молодые люди, которые должны женить, их 60 человек умерло в северо-западном регионе. И если посмотреть по республике Крым, например, по Волгоградской области, их тоже, в общем-то, не так уж и мало. Люди, которые должны быть работать и жить. И количество их, вот в одном году было, в 10-м году их несколько было больше умерших пациентов. Число их остается где-то стабильно, вот определенно, вот такие цифры. И 5-летняя выживаемость. Уж насколько она справедлива сейчас, не могу сказать, но вот были цифры несколько меньше. Сейчас у нас в Санкт-Петербурге одногодичная выживаемость почти 90%, а 5-летняя выживаемость 85%. В то время, как вот показывал Александр Константинович, 10 лет назад это было 85% одногодичная выживаемость, и была 73% пятилетняя выживаемость. Если посмотреть по регионам, то, конечно, пятилетняя выживаемость где-то на 10% ниже, чем в Санкт-Петербурге. Особенно вот регионы, посмотрим, где-то меня удручала, да, Вологодская область, в Коми, пятилетняя выживаемость 60%, чуть больше 65%, это на 30% меньше, чем в Америке, чем в Европе. Вывод такой, что неправильно, конечно, мы с ними, наверное, обращаемся, не до конца лечим. Что мы успели сделать за этот период? Вот здесь перечислены те регионы, куда мы выезжали, где проводили аудиты, причем мы проверяли аудит онкологической службы и качество оказания медицинской помощи, и в том числе герминогенной опухоли. Повторяю, некоторые регионы сразу же сказали, что они не занимаются этим вопросом, отправляют пациентов в Санкт-Петербург, либо в Москву. И у нас было проанализировано более 40 клинических случаев лечения больных герминогенными опухолями, и, к сожалению, могу сказать, что не было какого-то случая, где бы мы сказали, что все сделано так, как положено, от начала и до конца, от обследования и до мониторинга. И какие самые главные ошибки и навекания у нас возникали? Первое, пациенты неполноценно обследуются еще до начала лечения. Банальные обследования, УЗИ, нет практически компьютерных томографий, и они делаются редко, достаточно делаются. Флюорографии грудной клетки, УЗИ брюшной полости. Баня берется на операцию. Очень много ошибок в стадировании. Причем маркеры несовременно делаются. Либо в некоторых регионах, я не буду сейчас конкретно говорить, говорили, что собирают от нескольких человек, и потом анализируют их, получив несколько результатов. То есть, все это ведет к тому, что это неправильное, неверное стадирование идет. И не пишется, как правило, прогноз заболевания. И до сих пор у нас существует четвертая стадия заболевания геногенных опухолей яичка. Уважаемые коллеги, нет четвертой стадии. Третья только есть. Но в статистике самое интересное, что тоже пишут четвертая стадия. Почему? Ну, потому что доктора, наверное, так отправляют. Нет, больные не стадируются четвертой стадии. Все это ведет к тому, что, конечно, есть нарушение в выборе лечебной тактики. У нас до сих пор еще делают шесть циклов химиотерапии по схеме БЭП. Крепкие у нас пациенты. Выдерживают молодые, потому что. И, к сожалению, что еще грустно, что не существует преемственности между хирургами, тот, кто сделал операцию, и химиотерапевтами. В некоторых вот даже сказали регионах. Ну, вот мы через дорогу вроде бы живем. Вот здесь у нас урологи, а вот там химиотерапевты. Длительная дорога, чтобы больной пришел туда, куда надо, и назначили ему лечение. А лечение актуально. Я еще раз повторяю, этих больных можно и нужно вылечить. Обследование пациентов неполноценное. В некоторых регионах делается почему-то всем ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ и оценивается по нему эффективность лечения метастатических форм. И, уважаемые коллеги, ПЭТ-КТ не является критерием выбора оценки эффективности. И он наиболее эффективен при семеномах, мини-семеномах. Этого не нужно делать. Достаточно компьютерных фотографий. Почему не делается? Недоступность, невозможность. Но больные недостаточно обследуются. К сожалению, до сих пор заменяют препараты. Да, мы не всегда живем в хорошие времена, и не всегда есть, может быть, препараты. Но, повторяю, мы всегда на всех лекциях говорим о том, что нельзя заменять при необходимости вдруг цисплатин на крабоплатин, не делать этапозит. И существует стандартный режим химиотерапии БЭП, который нужно сделать. При определенных показаниях переводится больной на ЕП, тогда делается, например, 4 цикла вместо трех БЭПов. Но это должны быть показания. Просто так мы не отменяем режимы химиотерапии, не заменяем препараты. Интенсивность режимов достаточно часто нарушена. И дозовый режим, он тоже нарушается. Осложнения, как правило, не отслеживаются. И что еще, конечно, очень печально, достаточно редко выполняются циторедуктивные операции. В сегодняшний случай, то, что показывал Александр Константинович, это не какое-то село, это не какая-то поселковая совет, не знаю, это город. Почему больному в 20 лет не сделана циторедуктивная операция? Потому что мы не договорились, хирурги с химиотерапевтами, на каком этапе это произошло. Больный не вылечен. У больного прогрессирует. Что теперь с ним делать? Может быть, вы знаете, вот единичные случаи, казалось бы. Но это жизнь, это жизнь пациентов. Их не так много, но это молодые ребята. И после циторедуктивных операций были такие случаи, сделали циторедуктивную операцию. Выводы не сделаны. Больной дальше лечение не получает. И мониторинг за больными. Как правило, отслеживается пациент не своевременно, не бессистемно. И, как правило, не проверяются маркеры, что является, конечно, серьезным нарушением. И в подтверждение того, что я сказала, я хочу вам продемонстрировать несколько случаев, которые, наверное, не требуют каких-то специальных комментариев. Вы сами увидите. Молодой пациент, 27 лет, увидел образование левого яичка, поставили диагноз варикоцели, увидели гинекомастию, ну, бог с ним. Повысился ХГЧ, опять больной обследуется. Он обращается в несколько учреждений по месту работы, по месту жительства. В конце концов, у него появляются забрюшинные образования. И прошло, как видите, достаточно много времени. С ноября по июль, это 8-9 месяцев прошло. И диагностируют ему, что это злокачественная, недифференцированная крупноклеточная опухоль, наиболее вероятно эмбриональный рак. Больной сам приезжает в институт онкологии, на мыков, находившись везде, прося помощи, и, к сожалению, приходит вот в таком состоянии. Я повторяю, пациент, который не один раз обращался, я согласна, это редкая опухоль, не всегда приводит на мысль, что нужно делать. Вот приходит такой пациент, у которого есть тотальное поражение ткани легкого, у которого есть изменения забрюшинных лимфатических узлах в тяжелом состоянии. С высокими маркерами, что в этой ситуации делается. Мы в таких ситуациях, уважаемые коллеги, вы можете даже не звонить кому-то лично, вы пациента можете отправить в регистратуру на наше отделение, сказать, что это герминогенная опухоль, его принимают тут же. Мы начинаем лечить пациентов в этот же день или на следующий день, потому что любой день здесь дорог. Так вот, этого пациента мы начали лечить с такими изменениями, вот такими на компьютерной томографии. Начали сначала ему водную химиотерапию по тяжести состояния, ввели 140 грамм цисплотина суммарно, к сожалению, состояние ухудшилось, осложнилось двусторонние пневмонии. Он у нас на вторые сутки оказался в реабилитационном отделении, и ответ был негативный. Могли бы мы ему помочь 7 месяцев назад? Ну, думаю, да. Да, даже если бы он приехал хотя бы 4 месяца назад. Что это? Наше невнимание, безграмотность или что-то, может быть, другое. Редкие опухоли, их нужно не думая, просто отправлять там, где этим занимаются. Думаю, наверное, так. Может быть, не совсем по теме будет звучать вот этот данный клинический случай. Это была молодая женщина, она жива. У нее оказалась опухоль средостения, боли влевые лопатки, пневмонию ставили. Хорошо, сделали уже торокоскопию, получили диагноз незрелая тератома. Что нужно делать? Вот не поверите. Да, стали делать то, что вы видите. Операцию пневмоноктомию с резекцией перикарда. Это большая операция, несколько часов, а дальше наблюдение. А дальше понятно, что происходит. Происходит прогрессирование, большие опухолевые очаги, гидрокторокс, достаточно тяжелое состояние. Появляется пациент у нас, начинаем лечить. Нет, 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 там по месту жительства, извините, начали делать химиотерапию БЭП. Причем это прошло уже два месяца после обследования. И буквально быстро прогрессирование процесса, больная достаточно тяжелая, обратилась к нам. Диагноз был подтвержден, что это геремногенная опухоль с фокусами опухоли желточного мешка, с повышенным уровнем альфа-фетопротеина. И вот такая вот рецидив опухоли возник достаточно быстро. Дыхательная недостаточность со смещением структур. Больной начали химиотерапию. Да, вот еще дальше видим распространение полевого процесса в запрошенном пространстве, на диафрагмально. И мы сделали химиотерапию ей по схеме ТИП. Осложнения достаточно были серьезные. Потребовали введения пациентка в реанимационном отделении с нейтропениями, тромбоцитопениями. Причем на этом фоне незначительно снизились у нее маркеры. И далее у пациентки была пневмония. Мы консультировались. Это уже по поводу операции отчаяния с хирургами. Или, возможно, здесь оперативное вмешательство. Конечно, здесь и невозможно было. Начали ей третью линию топозитом. Но вот на счастье ответы есть. У нее стабилизация процесса с хорошим ответом, с клиническим эффектом самое главное. Но, конечно, удручающее состояние, потому что все бы вернуть немножко вспять. Могло бы быть несколько, наверное, несколько по-другому. И вот сейчас вам продемонстрируем вот эти вот до начала терапии топозитом данные. И сейчас через 12 месяцев после лечения. Через 12 циклов. И вот последнего пациента очень хочется продемонстрировать. Опять же, это даже не районный центр. Это город. Пациент упал с велосипеда, ушиб грудную стенку. У него появилась нарастающая одышка. Он обратился в медицинское учреждение. Мы сделали компьютерную томографию и увидели лизирующую гематому переднего средостения. Причем посчитали, что нельзя исключить нагноение, пневмонию. Вот такое вот у него было образование. И действительно травма. Все понятно. Но ему все-таки доктора думали, сделали УЗИ-мошонки, паховых лимфоузлов. Никаких изменений не нашли. Однако были повышены альфа-фетопротеины. На что доктора сказали, что в принципе могут быть такие изменения у молодого человека. И далее пациент, все-таки не веря такому заключению, что нужно только наблюдать и ничего пока не делать, что сделается с этой гематомой, обратился к нам. И при пересмотре снимков, как видите, обнаружено вот это большое образование, которое не исключает наличие гермногенной опухоли. Сделали таракальную биопсию опухолей, получили смешанную гермногенную опухоль с участками зрелой тератомы и семеномой. И пациент начал химиотерапию по схеме БЭП. Сейчас он ее продолжает. Зачем мы это все вам показываем? Поверьте мне, мы не карающие органы ни в коем случае. Но, наверное, есть какой-то лимит, когда врач сколько должен пациентов видеть в год, чтобы правильно, адекватно лечить. Сколько должен хирург оперировать в год, чтобы операция была сделана качественно. Сколько нужно провести лечение больных гермногенными опухолями, чтобы лечение было адекватным. Наверное, достаточное количество. Это не должно быть 8 человек, например, в год, или 4 человека в год, 10 в год. И вот одного, я вам просто продемонстрирую здесь заключение эксперта нашего, одного из районов, где мы были, что, учитывая невозможность проведения всего необходимого стандартного и обследования, и оказания помощи больным потенциально излечимыми опухолями, лимфопролиферативными заболеваниями, гермногенами и опухолями, представляется обязательным направление лиц с подозрением на данные заболевания на консультацию, а предподтверждение диагноза на лечение в Институте онкологии имени Петрова. Это касалось регионов тех, которые мы курируем. И еще раз, что хочу оперировать, у нас существуют наши практические рекомендации, сейчас пока вот русско, сейчас будет выходиться АОР-рекомендации, где прописано, что учитывая высокую правильность опухоли и редкость патологии, лечением должен заниматься онколог, имеющий соответствующий опыт в ведении больных гермногенными опухолями. Наверное, у вас, наверное, не возникнут других на сегодняшний день вопросов, и многие специалисты на местах с нами согласились. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз повторяем, что, конечно, учитывая, что эта опухоль высоко потенциально излечимая, что она редкая, то, конечно, это выводит гермногенную опухоль яичка на определенный ряд, она имеет определенное место. И рекомендации, которые должны быть выполнены, они должны выполняться в специализированных учреждениях, там, где этим занимаются постоянно. И такое вот изречение парацельса мне очень нравится, оно здесь, наверное, очень актуально. Болезнь не может приспосабливаться к знаниям врача. И вам всем хочется пожелать, и нам тоже, чтобы наши пациенты, молодые мужчины с гермногенными опухолями яичка, вот так же себя благополучно чувствовали, как этот молодой человек. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Светлане Анатольевне. Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, тот печальный клинический случай, который был вам представлен, какая была гистологическая структура опухоли? Какой случай? Который завершился гибелью пациента при обширном поражении с высокими цифрами ХГЧ. Там, по-моему, была смешанная опухоль. Это мне не продемонстрировано, не было разве? Может быть, я не обратил внимания. Да, там смешанная опухоль, насколько я помню, с участками эмбрионального рака, не семенома там была. И не хорионкарцинома? Нет. И второй вопрос тоже в связи с этим случаем. У вас выработались конкретно какие-то рекомендации по поводу объема химиотерапии для этих пациентов, для первого курса? Что вы делаете? Уважаемый коллега, вы, пожалуйста, представьтесь. Григорий Сергеевич Брылев, городской энкоцентр. ССП. Григорий Сергеевич, да? Григорий Сергеевич, во-первых, мы ничего нового не изобретаем. Есть стандарты, которые разработаны и международные, и которые подтверждены нашими российскими. Химиотерапия по схеме БЭП на первой линии является стандартом. Определенный контингент пациентов, у которых с дыхательной перенедостаточности, какие-то проблемы с легкими, можно не проводить блеомицин. И делается тогда этапозит, режим химиотерапии. Но это достаточно нечасто бывает. У нас в жизни бывало такое нечасто. А так это стандартный режим. Нового ничего нет. Стандарты, они едины везде. Но есть случаи, когда опухоли малочувствительны изначально к лечению. Маркеры снижаются недостаточно. Тогда нужно идентифицировать режим химиотерапии и переходить на более интенсивный. Например, на тип. Сейчас у нас в условиях клинической апробации идет такая работа. И что еще важно очень – делать химиотерапию, соблюдать дозовый и интенсивный режим. Положено на 22-е сутки проводить химиотерапию, несмотря на показатели крови. Даже 0,5 нитрофила. Химиотерапию мы больным начинаем. Я говорю прописные истины, но, наверное, проще, чтобы этим занимались в одном месте где-то. Если пациенты, не все могут приехать. Я согласна, мы и такой вариант обговаривали на местах. Мы согласны консультировать пациентов телемедициной, устраивать консультации с врачами. Но давайте все-таки консолидироваться. Потому что впечатление создалось, вот пока, по первой оценке, что мы разрознены. Каждый делает что-то и кажется, что что-то делает. А на самом деле у нас ответ-то выходит нехороший. Согласны со мной? Конечно. У меня вопрос был именно о твой больной пациент. Тяжелых пациентов можно начинать, как мы начинали этому пациенту, с химиотерапии, вводной химиотерапии, с плотин, который будет считаться, как цикл ноль. Он не учитывается. А потом уже переводим на, при эффективности, переводим на БЭП. Это такое возможно. И даже при таком введении пациент погиб, да? Если бы даже сделали БЭП, думаю, что… Мы специально прописали в рекомендациях именно вот такие варианты, когда невозможно начать в полных дозах лечения, когда больные тяжелые. Мы в реанимации лечим больного, потому что мы боимся не только, что он от токсичности может погибнуть, он может погибнуть от распада опухоли, от кровотечения, если хориокарцинома, там сотни тысяч ХГ. Но в этом плане первый курс действительно, он проходит в редуцированных дозах. Это может доза цисплотина, может быть одна доза этапазита. На второй день вы уже можете комбинацию сделать, если не идет ухудшение состояния, нет признаков там какого-то распада болезни. Закончить первый курс с тремя дозами препаратов. Например, вы успели ввести два ИПИ, один этапазит. Все, на это можно закончить, но начнете следующий курс через две недели, чтобы пораньше он был восстановлен по крови, вы уже полноценно пойдете. То есть вы этот курс не засчитаете, но дальше уже пройдете полноценно. То есть вот в таком аккуратном состоянии. Мы пробовали, у нас был период, даже можно, если найдете диссертацию, Алексей Саныч, докторскую, там целая глава посвящена как раз ведению таких больных. Потому что когда пробовали в полных дозах ввести, у нас были смерти просто от распада опухоли. И здесь ДВС синдромов или же дыхательно недостаточно тяжелый РДС. Поэтому здесь очень-очень аккуратно их лечить. Если больные нетранспортабельные, да, в реанимацию, невозможно нам их направить. Ни в ближайший центр, ни в Москву, еще куда-то. Можете у себя лечить, но позвоните. Ну все контакты доступны. Алексей Саныч, Светлана Анатольевна, мне никто вам не откажет никогда и скажет, давайте, вы скажете, пациенту вам скажут, как начинать. Можете этой телемедициной пресловутой не заниматься там официальными бланками и так далее. От этого я не знаю, какая польза большая или нет. Но спокойно, вот в таких тяжелых состояниях, ну лучше позвоните, спокойно распишем схему по этапным, прям по дням, по часам, как вести этого больного, потому что ситуации могут быть различны абсолютно. Но очень и очень аккуратно в таких ситуациях начинается первый курс лечения, и желательно его сделать редуцированным, чтобы второй курс начать пораньше уже полноценно. У доктора, наверное, возникло сомнение, вдруг, если бы сделали тогда все три компонента, и было бы хорошо. Нет, сомнений нет. Конечно, мы об этом думали. К сожалению, мы получили пациента того, о котором я говорила. Спасибо. Если вопросов нет, спасибо.